Самый крупный и свирепый из всех кошачьих Южной Америки, ягуар славится диким нравом и не поддается приручению. Главные не другие ягуара, фермеры и охотники, истребляли его с таким рвением, что он почти исчез во многих естественных местах обитания. Около миллиона лет назад ягуар благоденствовал на просторах обеих Америк и забирался на север вплоть до нынешних Техаса и Флориды. Однако с 1940 года диких ягуаров ни разу не видели на территории США, да и в Центральной Америке, как и все большие кошки, ягуара слепительно красив. Окрас роскошной шубы, ради которой этих зверей убивали тысячами, варьирует от соломенно-желтого до темно-рыжего с переходом на брюхи в полевые тона. На этом золотистом фоне разбросана мозаика характерных темных розеток с пятнышками в центре. Лапы, голова и шея покрыты мелкими крапинами, а на кончике хвоста розетки приобретают форму разомкнутых колец. Нередко встречаются ягуары с избытком меланина, темного пигмента, придающего их меху почти черную окраску, но при ярком солнечном свете и у них можно разглядеть фирменные розетки. Ягуар, считающийся американским эквивалентом леопарда, несколько крупнее своего кузена, однако хвост у него короче. Причина, вероятно, в том, что, умея хорошо лазать по деревьям, ягуар все же больше времени проводит на земле и длинный хвост балансир ему не нужен. Ягуар, свирепый охотник. Животное охотится главным образом на земле, выслеживая или подстерегая добычу из засады. Убив жертву, он утаскивает ее в укромное местечко, чтобы попиравать без помех, а насытившись, зарывает остатки в землю про запас. Его излюбленное блюдо – пекари и копибары, но при встрече с ним не сдобровать и другим животным – оленям, обезьянам, топирам, крокодилам, черепахам и мелким грызунам. В других частях света большие кости.